Депутаты готовятся к работе над главным финансовым документом на ближайшие три года. Сейчас просчитывается размер налоговых доходов, корректируется расходная часть, а также ожидается дополнительное поступление средств из федеральной казны. Тогда и будет понятна итоговая сумма бюджета. Мы работаем все в единой системе. И правительство Российской Федерации, и правительство Самарской области, и депутатский корпус всех уровней. Все заточены на то, чтобы максимально приблизить средства для нашего региона. Поэтому мы уверены в том, что они, конечно, будут. В связи со сложной экономической ситуацией в этом году региональный бюджет потерял 19 миллиардов рублей. Из-за чего пришлось сократить некоторые статьи расходов. Однако в полном объеме финансируется реализация нацпроектов. И, конечно, основные средства сейчас идут на борьбу с коронавирусом. Я уверен, что он останется социально ориентированным в бюджет. И несмотря на все сложности, которые, безусловно, сейчас есть с формированием доходной части, хотя мы видим, что экономика региона постепенно восстанавливается. И то падение, которое мы наблюдали в апреле, в мае, оно сегодня преодолено у нас. Федеральные деньги, которые ждут в регионе, решено потратить в первую очередь на социальную сферу. Главным образом на поддержку системы здравоохранения. Губернатор Дмитрий Азаров призвал самарцев не усложнять и без того трудную работу медиков. Исследовать мерам безопасности. Носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. А городским аптекам создавать запасы лекарств. Мы находимся в режиме повышенной готовности, фактически в боевых условиях. Создавайте запас. Дистрибьюторами, с производителями. Отправляйте ваших гонцов. Я работал в бизнесе. Знаю, как вопросы можно решить непосредственно предприятиям. Проект областного бюджета будет рассматриваться в первой половине ноября. На сегодняшнем заседании Думы приняли закон, закрепляющий обязанность создавать помещения для участкового полиции при строительстве новых микрорайонов. А также был принят закон, дающий право размещать мемориальные таблички на домах, где работали или учились почетные граждане региона. Ранее закон распространялся лишь на те дома, в которых они жили. Мария Елкчан, Мария Левина, Григорий Плешаков. События.